В 9 утра еще до начала заседания под стенами апелляционного суда около полусотни зоозащитников из Запорожья, Днепра, Киева и Белой Церкви требуют для Заура Пруидзе справедливого решения. Считают, его действия должны квалифицироваться как самооборона. Она делала топором животных, а также с этим топором пыталась решить свои дела с Зауром. 68-летний Заур Пруидзе обвиняется в умышленном убийстве. В начале февраля он нанес смертельные травмы коллеге-сторожу, когда тот набросился на него с топором. Погибший неоднократно издевался над дворовыми собаками. Это и стало причиной конфликта между мужчинами. Сегодня же зоозащитники у здания суда встречают Заура словами поддержки. Я слышу собачий крик ужасного. Я что-то побыстрее немножко пошел, смотрю, у него черенок в руках. И собака крутится на земле. До того степени, короче, я думаю, ну боль, ну живое существо. А второй день, второго числа, он пришел прямо с матом. Я пошел собаке, хотел смотреть, что, хотя бы она живая или нет. Я оттуда иду, и он как раз пришел. И он прямо с матом. Ну, по скандали, я не ожидал, что он на меня поднял топор. Я набросил, прямо топор хватает, а я испугался. У меня больше выхода не было, я защищался. Поводом сегодняшнего заседания стало ходатайство прокурора первой инстанции, который потребовал изменить для подсудимого меру пресечения. С домашнего ареста на содержание под стражей. Защита и митингующие выступают против. Считают Зауру, которого больное сердце может просто не дожить в СИЗО до суда. Уже во время заседания прокурор просит отклонить ходатайство. Суд выносит аналогичные решения. Адвокат подсудимого говорит, намерены добиваться для Заура взятия на поруки. Мы будем обратиться в самый короткий термин, возможно, даже сегодня, до Орджоникидзевского районного суду с хлопотанием про измену запобежного захода Зауру Давидовичу для передачи на поруки народному депутату Украины Андрину Морозькому. Я вам честно скажу, что я этого не хотел. Ну, так получилось, не знаю. Бог определил нас так, или не знаю. В общем, честно говоря, или он убил меня, или не знаю. Страшнейшее дело было, да. Мне очень жаль. Если ходатайство защиты не будет удовлетворено, Заур Пруидзе останется под домашним арестом до апреля этого года.